Мы в прямом эфире приветствуем вас. Наш город. Диалог с мэром. Первый в наступившем году прямой эфир традиционного уже формата. Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей. Общается с ними. Здравствуйте, Сергей Семенович. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, москвичи. Обратившись к горожанам в преддверии этого эфира, мы отобрали темы, которые сейчас представляются горожанам наиболее актуальными. Но, наверное, это предсказуемо. Мы очень много говорили о фестивале путешествия в Рождество. Видимо, такой вот праздничный импульс задан был горожанам и гостям столицы надолго. Люди, кстати, очень охотно делились своими впечатлениями. Кстати, были и вопросы. Надеюсь, вы сможете на них и ответить. Интернет принес тоже огромное число вопросов. Очень много в этот раз касается социальной сферы. Были в том числе вопросы и по выборам. Если позвольте, может быть, мы начнем с главного политического события, которое ожидает нас в этом году, президентские выборы 18 марта. Владимир Путин сказал так. У нас, как только предвыборную кампанию объявляют, то сразу все перестают работать. Сразу начинают думать о том, что будет после выборов. Но, судя по всему, Москва своих планов вроде бы в предвыборные месяцы как-то не корректировала. Мы не отказываемся от работы по разным направлениям. Да, мы не корректируем. Если заниматься политикой в преддверии выборов, то в Москве делать вообще ничего нельзя. В силу того, что у нас каждый год какая-то политическая кампания. Поэтому мы работаем, несмотря ни на какие политические кампании и несмотря ни на какую погоду. Москва должна развиваться не в условиях или не для политических мероприятий и выборов. Москва должна развиваться, строиться, жить для москвичей. За темой политики мы все-таки просто так не уйдем. В понедельник вы повстречались с членами Совета Городской общественной палаты. Общественники выдвинули сразу несколько инициатив. И в частности было предложено создать систему обучения наблюдателей к предстоящим выборам. Вы этот проект поддержали. Что он будет из себя представлять? Можно детально объяснить? Впервые в законе предусмотрена возможность общественным палатам регионов самим формировать корпус наблюдателей. Ради бога, я поддерживаю любой контроль. Главное, что он был конструктивный. Не мешал избирателям приходить на избирательные участки и голосовать. Я пообещал даже выделить гранты, если такой проект будет реализован. Как будет устроена система видеонаблюдения на этих выборах? Видеонаблюдение уже традиция для московских выборов. Мы самые первые в России вели массовые видеонаблюдения. И с каждым годом совершенствуем систему, чтобы она работала четко и без перебоев. Максимально прозрачные выборы. Сегодня, как перед любыми большими выборами, идет такая очень острая дискуссия. Например, нужна ли определенная явка на выборах? Раздаются и такие голоса. Некоторые призывают эти выборы бойкотировать. Что вы бы сказали участникам полемики? Я считаю, что выборы президента, это выборы, которые определяют судьбу нашей страны. Во многом судьбу каждого гражданина нашей страны и судьбу их детей. Поэтому уход или призывы бойкотировать, выборы это призывы бойкотировать свою собственную судьбу. Поэтому я считаю, что чем выше явка будет на эти выборы, тем лучше. Лучше в целом для страны и для каждого из нас. Скажите, а вот как вы оцениваете предложения некоторых кандидатов? Раздаются очень интересные идеи. Ну, например, повысить пенсии в два раза. Освободить вообще от налогов бизнес. Выровнять бюджет по обеспечению ряда регионов. Как относиться вот к таким предложениям? Вы знаете, на всех выборах, я помню выборы мэра, оппозиция идет примерно с одними и теми же лозунгами. Освободим от налогов весь бизнес. Всем, кто хочет денег, дадим столько, сколько хотите. Оппозиция и так дальше в этом же духе. Очень жаль, что оппоненты идут с такими популистскими, бессмысленными и, на мой взгляд, даже вредными программами. Ну, например, представим себе, что мы выровняли бюджетную обеспеченность всех регионов. Ну, замечательно. Но, например, московские учителя тогда будут получать в три раза меньше заработную плату. Московские врачи будут получать зарплату в три с половиной раза меньше. Ну и так далее. Московские пенсионеры не будут получать тех надбавок, которые они получают. Мне кажется, что регионы должны получать ровно столько, сколько они зарабатывают. Москва живет на свои заработанные деньги. Что касается обещаний в два раза увеличить зарплату, пенсии и так далее и тому подобное, при этом еще и освободить всех от налогов, наверное, можно так сделать. Но я боюсь, что такая страна больше года не проживет. Гиперинфляция уничтожит все эти выплаты. Страна просто вернется к тому коллапсу, который был в 90-х годах, когда именно таким образом и пытались решить проблемы. К чему это привело? Это привело к тому, что не то что повышенные, вообще пенсии не могли выплатить. Я думаю, это безответственная и бессмысленная такая политическая программа, которая, мне кажется, даже неуважительно по отношению к избирателям заявляет. Но вот вы затронули очень важную социальную тему. Если позволите, мы к ней вернемся далее. К тому же вопросов было много. А пока, наверное, не будет преувеличением сказать, что главное не политическое событие года – это, конечно, фестиваль путешествия в Рождество. Давайте на минуту вспомним, как это было. Фестиваль путешествия в Рождество шумел, гулял, играл праздничными огнями по всей столице. Город украсили 2000 километров гирлянд. Вот этот волшебный туннель, какой он красивый, великолепно, просто роскошно. Не только Москва, не только Россия, 20 стран приняли участие в этом масштабном празднике. Торжества начались еще до боя курантов. Традиционные новогодние забавы, катки и горки, сказочный лес у стен Кремля, кулинарные мастер-классы, Новый год 19-го столетия. Зимние каникулы стали праздником для всех поколений. Новый год! Новый год! Тверская улица на три дня стала главным пешеходным фестивальным пространством, куда стекались горожане и гости столицы. 150 театральных представлений развернулись на самой масштабной сцене страны. Зарубежные туристы не скрывали своего восхищения. Халло! Стоять года! Стоять года! Путешествие в Рождество стало самым ярким событием года в Москве и прологом к широкой программе городских мероприятий в наступившем 2018-м. Процитирую вас. Мне было очень обидно, что москвичи на рождественские праздники и ярмарки ехали в Европу, а мы ничего им не могли предложить взамен и словно бедные родственники завидовали европейской сказке. Слова из вашего блога. Так было несколько лет назад. Но вот сегодня ведь многие европейцы, видимо, едут в Москву, чтобы прикоснуться к нашей сказке. Кстати, подсчитали, сколько туристов собрал фестиваль? — Вообще около 14,5 миллионов человек посетило фестиваль. Это рекордная цифра. Количество людей, которые одномоментно собрались на Тверской, тоже побило все рекорды. Я имею в виду под Новый год, новогодние праздники, да и вообще в любые праздники. Народу было больше даже, чем в день города. Это, конечно, удивительно, учитывая все-таки зимний сезон, хотя погода нас баловала. Москва вообще вошла в пятерку лучших и самых интересных туристических направлений новогодние каникулы в мире, не в России, а в мире. Поэтому, конечно, количество туристов увеличивается тоже. Подсчитать сложно, но общее количество мы знаем, сколько посетило фестиваль путешествия в Рождество. Мы создаем такие праздники для тех москвичей или тех россиян, которые не имеют возможности поехать за границу, в Куршавеле или на Багамы. И мне кажется, что они достойны того, чтобы здесь, в России, в Москве, создать праздники не хуже заграничных. Давайте обратимся, кстати, к впечатлениям сначала зарубежных гостей. Некоторые туристы, гости фестиваля воспользовались случаем, чтобы обратиться лично к вам. Наберемся терпение, там нужен перевод. Моего спутника зовут Стефано Вальдегамбери, и он является парламентарием региона Венетта. Здравствуйте, господин мэр. Я очень рад находиться в Москве и передаю вам огромный привет от региона Венетта. Огромное спасибо от моего небольшого города за ту красоту, которую вы создали в Москве и которой мы можем любоваться. Город Москва гораздо более красивый, чем Европа, и вам огромный комплимент за то, что вы сделали, за то настроение, которое вы создали для туристов. Ну, мне, кстати, удалось побывать на многих площадках фестиваля. На меня самое большое впечатление произвела, наверное, Тверская, которая на три дня попала во власть пешеходов. Я вообще как-то не припомню столь масштабного праздника в Москве. Причем ведь, в отличие от многих европейских городов, да практически все развлечения в Москве были абсолютно бесплатными. Как-то у нас вот любят сравнивать Москву с Лондоном, с Парижем, с другими городами. Какое место мы занимаем вот в этой линейке? Сложно сказать. В Дубае был проведен такой обзор праздничных мероприятий, новогодних. Но по их оценкам мы входим в тройку лучших городов мира. Ну вот подробные праздники все-таки требуют немалых затрат. Они получаются яркими, красивыми, но всегда найдутся в урчуны. Люди, которые будут считать деньги и говорить, красиво, конечно, но вот сколько денег вы потратили из бюджета, да? Вот что вы ответите этим скептикам? Сколько потрачено и сколько удается заработать в городу? Так что праздники возвращают в бюджет кратно больше, чем мы тратим. То есть это не затратная статья бюджета, это доходная статья бюджета, как это странно не покажется. Мы ни у кого эти деньги не отбираем. Наоборот, мы за счет этих праздников даем возможность и заработать бизнесу, и гостиницы, и торговля, и услуги. И в целом за счет такого большого количества людей, которые участвуют во всех этих праздничных мероприятиях, покупают сувениры, товары и так далее. Конечно, товароборот возрастает, количество услуг оказанных возрастает. За счет этого активность бизнеса возрастает. И увеличивается количество налогов в бюджет. Хороший московский принцип. Праздник людям устроить и денег заработать. Не везде это, наверное, возможно. В Москве это точно так. Городские фестивали, праздники, они формируют такой новый облик города. Мало того, что современного, еще и города очень амбициозного. И в глазах москвичей, и россиян, и в глазах зарубежных гостей. В этом году что еще планируете сделать? Какие мероприятия нас ждут? И удастся ли вообще постоянно поддерживать вот такой высокий уровень и такой масштаб мероприятий? Алексей, в Москве уже создана традиция проведения уличных активностей, мероприятий, так называемых городских фестивалей. Они разбиты на четыре сезона. Зима, весна, лето и осень. Так и называются сегодня. Московские сезоны, это уже сегодня туристический бренд. И в рамках каждого сезона проводится несколько масштабных фестивалей. Ближайшие из них это Масленица, затем Пасхальный фестиваль, весенний фестиваль. Так что улицы и площади Москвы не будут пустовать. У москвичей будет возможность окунуться в праздничную атмосферу. Ну, горожан интересуют, конечно, не только праздники. Вот и такие вопросы были по будням, что называется. Вопрос пришел по интернету. Елизавета Кузина спрашивает мэра Москвы. Скажите, пожалуйста, когда в Москве откроются ярмарки выходного дня? В апреле, как открывается каждый год, мы расширяем обычно и сервисы, и качество этих рынков. Стараемся, чтобы на этих рынках присутствовали, в первую очередь, фермеры. Смотрим за ценами на этих рынках, за качеством товаров. Зимой эти рынки работать не могут в силу понятных причин, что товары просто будут там замерзать. Первые же теплые деньки будут открываться ярмарки. Ну, госпожа Кузина, я думаю, получила исчерпающий ответ. Давайте перейдем к теме городского транспорта. Вот, наверное, современную историю, назовем ее так, столичного транспорта, можно поделить на два больших периода. До и после открытия МЦК. Вот к новому кольцу очень быстро привыкли. И сейчас даже кажется как-то странно, как-то мы вообще существовали без него. Но вот сейчас горожан интересует, когда заработает большая кольцевая линия метро. Сколько лет понадобится для того, чтобы это кольцо замкнуть? И какие планы по третьему контуру у вас на этот год? Ну, в этом году мы в ближайшее время откроем первый сегмент этого кольца. От Петровского парка до Сити. Ну, а затем пойдем строительством дальше. Хотя, ну, собственно, стройка ведется везде, но, тем не менее, на всем протяжении кольца. Где-то идут подготовительные работы, где-то вынос коммуникаций, где-то уже строятся станции, где-то прокладываются линии. Но на всем протяжении этого кольца в разных стадиях уже ведется стройка. И дальше по сегментам будем запускать это кольцо. Общий период строительства где-то от трех до пяти лет. Но это самая большая стройка метро за всю историю Москвы. И представьте себе, что она будет перевозить пассажиров в два раза больше, чем тоже МЦК. Это 68 километров, 31 станция, и все это под землей. Это колоссальный труд, колоссальные объемы. Но сегодня уже нет сомнений, что этот проект будет реализован. Мы уже привыкли к новым комфортным вагонам, к новым составам. Горожане, может быть, даже привередничают немного. Вот через интернет к вам обращается Мария, которая не указала своей фамилии. Доброго вам дня. Скажите, пожалуйста, когда на Калужской-Рижской ветке метро заменят поезда? В старых, как у нас, поездах летом ужасно жарко, а зимой холодно. Заранее спасибо за ответ. Действительно, большое количество подвижного состава морально и физически уже устарело. Поэтому мы активно меняем его на новый подвижной состав. На этой ветке уже в 2018 году будет введено 26 новых составов. Это поезда АК. Они вполне приличные, с кондиционированием. А с 2019 года туда же будут поступать уже самые современные, последние модификации поезда под названием «Москва». И вообще, лет за 5-6 лет мы полностью заменим весь старый подвижной состав. Жители разных районов задают вопрос, когда у нас будет метро. В частности, сейчас же идет большое строительство в Некрасовке. И когда метро придет в этот район? Первый участок метро из Некрасовки будет построен уже в 2018 году. У нас есть сомнения, открывать его или нет, или подождать, чтобы эта ветка еще продлилась дальше, чтобы не было давки и перегрузки на пересадочных станциях. А если такое решение мы примем, все-таки открывать сразу сегментами, то это конец 2018 года. Если все-таки по транспортной логистике нам придется вводить большую сразу протяженность метро, то это 2019 год. Давайте снова обратимся к вопросам, которые поступили на портал МОСРУ. Борис спрашивает вопрос длинный, постараюсь покороче. Когда уже благоустроить набережную Москвы-реки в районе Москворечья-Собурово под мостом железной дороги. Нам хотя бы пешеходную дорожку от Собурово до Коломенского можно будет до метро Каширская ходить не вдоль шумного Каширского шоссе, да и в парк Коломенская попасть удобнее из района, пройдя всего 300-400 метров, а не делая крюк на автобусе. Я дам поручение, чтобы разработали проект, согласовались с жителями и включили в программу. Борис быстро получил ответ. Облик столичных вокзалов не устраивает некоторых горожан. Вот такой вопрос тоже пришел. Здравствуйте, Сергей Семенович, спасибо вам за красивую Москву. Но вы, наверное, еще не заглядывали на белорусский вокзал. Это не вокзал, а помойка, считает Наталья из Москвы. Так стыдно, у нас же скоро чемпионат мира по футболу. Мы не успеем, наверное, сделать даже косметический ремонт. Действительно, много вокзалов мы привели в порядок. И белорусский вокзал в части пригородного сообщения тоже более-менее в порядке. А то, что касается поездов дальнего следования, там есть над чем поработать. Я попрошу коллег из российских железных дорог, чтобы не обратили на это внимание. Надеюсь, что в течение года-полутора они проведут реставрацию капитальной ремонт. Там невозможно просто так быстро что-то сделать. Это памятник архитектуры. И нужно, конечно, аккуратно к таким объектам относиться. Ну, давайте не будем далеко уходить от белорусского вокзала. Вот московский трамвай ведь несколько лет назад оказался чем-то таким вот архаичным, абсолютно устаревшим. И вот он возвращается на площадь Тверской заставы. Трамвайные сообщения для современного города имеют такие очевидные преимущества. Да, кстати, вспоминая о нашей предыдущей беседе. Вот эти планы с бестурникетным трамваем не заставят городскую казну подсчитывать убытки? Конечно, бестурникетный проезд провоцирует граждан, которые хотят бесплатно проехать. Специальная служба занимается этим, и количество зайцев, которые она задерживает, на этих маршрутах увеличилось. Но оно не является критичным. Я считаю, что мы правильно сделали такой серьезный большой подвижной состав, современный. А запускать пассажиров через одну дверь, ну, это несерьезно. Задерживать движение, сбивает стакт движения, это, конечно, нехорошо. Поэтому, несмотря на все издержки, мы приняли решение, что большие трамваи, новые, современные, мы запускаем без турникетов. И вообще, трамваи, переживая тренессанс, мы ремонтируем полотно, чтобы оно было без тыков, максимально бесшумное. Запускаем новые, современные трамваи, видите, которые прекрасно смотрятся. И количество пассажиров, которые каждый день пользуются трамваями, выросло за последние годы почти на треть. И трамваи становятся все более и более популярным видом транспорта. Тема парковок в Москве, наверное, еще долго будет достаточно актуальной. Кстати, есть много вопросов на тему, что не пора ли их увеличить. Вот давайте послушаем, что говорят москвичи. Добрый день, Сергей Семенович. Хотелось бы в первую очередь выразить вам слово благодарности за строительство огромного числа эстакад в столице, за улучшение дорог. Но при этом не решается проблема с парковочными местами, особенно в пределах бульварного кольца. Автолюбителей становится все больше, но парковаться негде. Пожалуйста, рассмотрите эту проблему, помогите людям добираться на работу с комфортом. Спасибо большое. Можно увеличиться все-таки уже? Конечно, можно, сколько хотите. Но тогда и пробок на дорогах будет больше, и ситуация только ухудшится. Парковки же ввели не для того, чтобы навредить автомобилистам, а наоборот, чтобы по нашим дорогам можно было просто проехать хотя бы. Есть такая математическая модель, которая четко показывает, насколько увеличиваются пробки при увеличении количества парковочных мест. Так вот, если мы в рамках бульварного кольца хотя бы процентов на 10 увеличим количество парковок, то количество баллов, соответственно, вырастет на 1-2 в часы пик. Поэтому увеличивать количество парковок, это в первую очередь навредит самим автомобилистам. И здесь нужен определенный баланс. Давайте обратимся к программе «Моя улица». Она действительно по-настоящему преобразила центр столицы. Действительно, стало удобно ходить пешком, не расталкивая людей на улицах, не продираясь сквозь тесную столпу. Исторические улицы снова стали зелеными. Давайте еще дадим право голоса москвичам. Вообще, давайте начнем все-таки с видео вопроса. Предоставим слово москвичке. Здравствуйте, Сергей Семенович. Меня зовут Алина. В прошлом году центр Москвы благоустраивали в рамках программы «Моя улица». И у меня такой вопрос. Продолжатся ли работы в этом году и насколько масштабными они будут? Центр города мы реконструировали, поэтому, конечно, здесь работ будет самое минимальное количество. Касается в основном тех объектов, которые мы начинали в этом году. То есть, окончание работ. Есть два квартала Кадаши и еще один небольшой район, связанный с небольшими улочками. Вокруг уже благоустроенной территории. Практически это не будет касаться каким-то образом или ухудшать движение в центре города. В то же время на периферии будут реализованы около 80 достаточно крупных проектов. Строительство парков, знаковых территорий, скверов. Но назвать это программой «Моя улица» или просто благоустройством, наверное, все-таки это просто масштабное благоустройство, которое будет продолжаться. При этом стоит задача максимально все эти проекты согласовывать с жителями. Потому что, в первую очередь, это, конечно, для них. И их мнение здесь главное. Угрожение много внимания уделяет благоустройству и комфортной городской среде. Но вот на сезонные проблемы есть жалобы у москвичей. Тоже это вопрос с порталом «Монс Ром». Михаил Гомолеев обращается к вам. Проживая на Ленинском проспекте, дом 121-1, напротив дома находится подземный переход, ступеньки которого покрыты снегом и обледенели. На мой вопрос, почему не включают подогрев ступенек, был ответ, что они сами этого сделать не могут. А должностные лица из организации ГБУ «Гормоз» сказали, что включат подогрев в начале января, но ВОЗ и ныне там. Наверное, эти люди ждут, что кто-то получит травму и обратится с иском в суд. Аналогичная ситуация с переходами напротив домов 119-123 по Ленинскому проспекту и по улице Островитянова. Был стандарт такой включения подогрева, включался, когда среднесуточная температура была ниже 9 градусов. Мы отменили этот стандарт, считая его неактуальным, мягко говоря. Да, с точки зрения экономии, электроэнергии, ресурсов, наверное, правильно, но с точки зрения того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт москвичей, это абсолютно неправильно. Я дал поручение отменить этот стандарт, он отменен, и поэтому с начала холодов сразу же подогрев будет включаться и работать постоянно. По поводу реновации было немало сломано копий, но теперь ситуация горожанам, видимо, представляется достаточно ясной. И давайте остановимся коротко на основных вопросах. Первое. Спрашивают, когда состоится первый переезд по этой программе и сколько площадок для строительства сегодня выбрано? Сегодня выбрано уже около 240 площадок, это стартовые площадки, на которых будут возводиться дома для первой волны переселения. Они будут построены в течение 1-2 лет. Кроме того, часть домов, которые уже были построены или достраиваются и находятся в непосредственной близости от кварталов реновации, мы тоже передадим фонд реновации, это около 30 домов, но требуется, чтобы они соответствовали стандартам реновации. Поэтому в настоящее время мы, что называется, дорабатываем, улучшаем благоустройство, отделку домов, отделку квартир и по мере готовности они будут передаваться под заселение. Ну сейчас большинство людей все-таки уже пришли к выводу, что программа масштабная и программа хорошая, но некоторых все-таки гложет такой червь сомнения. А вот обеспечена ли она полностью финансированием? Она полностью обеспечена финансированием, выделена на программу на 3 года 400 миллиардов рублей. Это более чем достаточно для того, чтобы обеспечить в течение нескольких лет стабильное развитие этой программы. Затем часть жилья будет продаваться на рынке так, чтобы эти ресурсы как бы восполнялись. И, конечно, эта программа таким образом не окупится полностью, но, по крайней мере, себестоимое жилье, я надеюсь, что она окупит. Поэтому весь проект финансово подкреплен и никаких сомнений нет, что он будет реализован. Давайте обратимся к московскому здравоохранению. Тема бесконечно актуальна, но сначала немного цифр, если позволите. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет. Сравнить можно с уровнем Лондона и Парижа. В столице растет рождаемость. И важный показатель – смертность среди трудоспособного населения снизилась почти на 18% всего за несколько лет. Новая московская медицина – это самое современное высокотехнологичное оборудование, которое дает возможность врачам проводить эффективные обследования и делать самые сложные операции. В столице 27 современных акушерских стационаров, из них 4 перинатальные центры. Рост качества медицинской помощи привел к снижению младенческой смертности на треть. Новая Морозовская больница приняла первых маленьких пациентов. Уникальная клиника, в которой лечат тяжелые и опасные заболевания. Здесь созданы условия для таких сложнейших операций, как пересадка костного мозга. Но главное в медицине остается профессиональный уровень врачей и медицинского персонала. Десятки специалистов получили статус «Московский врач» – свидетельство высокой квалификации. А проект «Лидер Мед» позволил сформировать кадровый резерв из сотен профессионалов для системы здравоохранения. Ну, наверное, самый существенный показатель – это снижение смертности среди трудоспособного населения Москвы. Почти 18%, причем добились этих цифр достаточно короткие сроки. А вот за счет чего было это достигнуто? Есть такое принятое или устоявшееся мнение, что продолжительность жизни связана в первую очередь с улучшением благосостояния, развития общества и так далее. Но я согласен с этим. От этого очень многое зависит. И такие тренды, они действительно существуют и в Москве. Но не надо забывать, что мы за последние семь лет пережили два серьезных кризиса. И с последнего вот-вот только выбираемся. Поэтому говорить о том, что за эти несколько лет кардинальным образом улучшилась жизнь москвичей, их благосостояние и так далее, к сожалению, не приходится. Поэтому все-таки больший вклад в это вносит именно медицина. Улучшение качества, скорость оказания, качество оказания услуг, создание своевременной системы доставки пациентов до многофункциональных клиник, создание сердечно-сосудистых центров, улучшение качества оборудования, подготовка специалистов. Все это вместе дало тот эффект, который мы наблюдаем. Но Москва уделяет большое внимание не только техническому уровню оснащения городских больниц, поликлиник, но также пристальное внимание к уровню качества работы врачей. Вот что дает специалистам новый статус московский врач? Московский врач задает планку, высокую планку требований к московскому врачу. Что должен знать врач, чтобы быть на уровне, что называется? Потому что много разных мнений, нет определенного стандарта. Ну вот, есть диплом, есть аттестат, подтверждающий повышение квалификации. Ну, какого уровня должен быть врач? Вот мы говорим, врачи должны быть хорошие, европейского уровня. А какой? Как это вообще пощупать? Как это определить? Поэтому был создан проект под названием «Московский врач», который мы задали не самую высокую, но такую планку, на котором этот врач соответствует мировому уровню. И теперь врачи знают, что необходимо сделать, какими знаниями обладать для того, чтобы работать именно на таком уровне. Скажите, а для чего вам понадобился вот этот кадровый резерв управленцев в области медицины? Медицинские организации за последнее время прошли очень много итераций. Вот чисто от бюджетных организаций, которые работают на смете, когда сверху все расписано, разжевано, только выплачивая в кассе заработную плату, ну и там работают. Сегодня это не так, совсем не так. Большая часть финансов в клинике приходит за счет фонда социального медицинского страхования. По сути дела, это уже вне бюджетное финансирование. Деньги идут за пациентов, за оказанную услугу. Поэтому главный врач, это не просто человек, который занимается медицинскими технологиями, это менеджер, это финансист, экономист, который должен уметь управлять финансовыми потоками, уметь создать конкурентную среду в своей клинике. Во-первых. Во-вторых, сами клиники стали значительно больше. Поэтому, конечно, требуется новый современный кадровый резерв. Причем этот резерв должен формироваться публично и открыто, а не так, что там, я Васю знаю, Петю не знаю, значит, я Васю назначу, Петю не назначу. Так вот не должно быть. У каждого молодого врача, который чувствует все потенциальные силы, должен быть лифт, должен быть механизм, который предоставит ему возможность для карьерного роста. – Наблюдая за развитием и за реформой столичной медицины, многие эксперты отмечают, что отдельные качественные показатели вырастают в разы. А вот расходы городские на медицину растут не так уж и сильно. Это действительно так? Какая действительно картина? – Не, удивляют такие эксперты, мне кажется, что есть какие-то азбучные истины. Как я уже сказал, у нас медицина сегодня финансируется из двух источников. Помимо бюджета города Москвы, значительный поток, почти столько же денег идет и за счет фонда обязательного медицинского страхования. И в сопоставимых ценах, с учетом того, что еще и структура изменилась, меньше стало бюрократического аппарата, ненужного, который съедал огромную часть финансирования, объем финансирования вырос более чем в два раза. В сопоставимой ситуации это в два с половиной раза выше. А с учетом инфляции это, я думаю, где-то в полтора раза. Это серьезное увеличение. Сегодня мы на медицину вместе с фондом обязательного медицинского страхования уже тратим 420 миллиардов рублей. Это вообще колоссальная цифра. Кстати, одна из важных положительных тенденций в Москве – это снижение младенческой смертности. За счет чего удается добиваться таких показателей? Во-первых, в медицину, материнство и детство было вложено огромное деньги. 30% вообще всех инвестиций было вложено именно в эту отрасль. Модернизацию роддомов, перинатальные центры. И помимо этого была создана вертикаль от женской консультации до роддома, до многофункциональной клиники. И за счет всех этих мероприятий, в том числе и повышения квалификации врачей, ситуация значительно изменилась от того, что было. Большинство роддомов сегодня представляют современные клиники. Может быть, дадим слово пациенткам роддом номер 4? Послушаем. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Семенович. Меня зовут Ирина. Нахожусь в 4-м роддоме в отделении патологии. Хочу выразить благодарность этому роддому, так как рожаю здесь уже не первый раз. Очень хорошие врачи, очень хорошо общаются с пациентами. У меня вопрос к вам отдельно. Хотела бы поинтересоваться по поводу личного кабинета. Я сдаю много анализов и хотела бы результаты узнавать в личном кабинете. Будет ли такая возможность у нас? Мы впервые за всю историю ввели электронные медицинские карты. И сегодня уже 6 миллионов москвичей имеют электронные медицинские карты. И следующий шаг – это действительно создание личных кабинетов, где можно было эти электронные карты посмотреть, а туда же будут загружаться и результаты всех анализов. Таким образом, как раз такая возможность будет. Мы над этим проектом работаем, надеясь, что до конца года мы уже предоставим москвичам такую возможность. Логика подсказывает, что от здравоохранения, наверное, следующий этап нашей беседы – это образование. Ну и без долгих слов, давайте дадим возможность московским школьникам обратиться к вам с вопросом. Но они просят еще и советов у мэра Москвы. Давайте посмотрим, послушаем. Здравствуйте, Сергей Семенович. Меня зовут Даниил, и я учусь в 10 классе. Я собираюсь поступать в ВУЗ. Ежегодно в нашей школе проводятся различные олимпиады. И я бы хотел узнать, как они мне помогут в будущем. Олимпиады и участие в них, и тем более победа на олимпиаде – это вообще очень здорово для молодого человека, для его будущего. У него воспитывается бойцовский характер, желание победить, но и уникальное знание в той или иной отрасли или предмете. Ну и, помимо этого, дополнительные баллы при поступлении в университет. Следующий школьник просит у вас личного совета. Что вы скажете ему? Здравствуйте, Сергей Семенович. Меня зовут Александр, я ученик 10 класса. У меня такой вопрос. Если ученик не хочет поступать в высшую учебное заведение, хочет получить рабочую профессию, куда ему стоит лучше поступить? Сложно советовать. У нас около 50 колледжей, где можно получить первоклассную рабочую специальность. Наши ребята, наших колледжей вообще побеждают в России, занимают первые места по профессиональному мастерству. Поэтому точно получите там добротную профессию. В некоторых районах, кстати, со школами есть еще проблемы. Вот вопросы, которые поступили на сайт нашего телеканала и портал МОСРУМ. Андрей Курбатов задает такой вопрос, очень беспокоит. Вопрос нехватки в районе северных детских садов и школ. В настоящее время ГК ПИК осуществляет активную застройку многоквартирными домами, при этом совершенно игнорирует свои обязательства по постройке сада и школы, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Квартиры приобретали молодые семьи, в которых один, два, зачастую три ребенка. Но обещанные сад и школа не строятся. Имеющиеся сады и школы переполнены. Ну да, там в скобочках было написано ПИК, да это был Мортон. Этому проекту, проект такой с бородой, ему уже много-много лет. И, к сожалению, в свое время инвестконтракты составлялись так, что сегодня потребовать от инвестора построить соцкульбит практически невозможно. Вот именно в этом конкретном проекте. Хотя инвесторы строят десятки детских садов, школ в Москве. Тут такой уникальный опыт. Но не везде это возможно. Не везде формировались и устанавливались соответствующие правила. Так как старый проект, к сожалению, скорее всего, мы от инвестора здесь ничего не добьемся. Но это не значит, что жители останутся без детского сада и без школы. Поэтому я дал поручение, чтобы мы включили строительство в этом микрорайоне и детского сада, и школу включили в адресную инвестпрограмму города. А вот на чемпионате профессионалов будущего по методике Junior Skills учащиеся в московских школах завоевали 40 медалей. Наши ребята, это помимо российских олимпиад, активно выходят на мировую арену. Вот вообще в мировых рейтингах наши школьники какое место приблизительно занимают? Старшеклассники по читательской грамоте и математической входят в шесть лучших стран. Хотя мы не страна, но тем не менее страны, которые впереди нас, типа Финляндии, они в два раза меньше, чем Москва. То есть лучше нас в Европе одна Финляндия, в основном это Сингапур, Гонконг, Япония, такие страны. Наши ученики начальных классов, четвероклассники, сдавали тесты на читательскую грамотность в рамках общего международного исследования. И обогнали вообще всех. Первое место в мире занимает. Так что можно с уверенностью сказать, что московское образование является одной из самых лучших в мире. Кто бы что не говорил. Это показывают все. И международные олимпиады, и международные исследования независимые. Уровень очень высокий. Это не значит, что там все здорово. И не значит, что работать не на чем. Но надо отдавать должное людям, которые работают в московском образовании, педагогам, учителям. То есть системы, созданные за эти годы, которая позволила сделать серьезный рывок в качестве образования. Процитирую ваши слова. Количество пожилых людей в городе увеличивается в связи с ростом продолжительности жизни. О чем мы с вами только что поговорили. А это означает, что нам нужно расширять комплекс мер социальной поддержки. В понедельник, как мы уже говорили, вы встречались с членами общественной палаты Москвы. И обсуждали в частности проект «Город долголетия». Что за проект? Действительно, количество пожилых людей в городе увеличивается. И увеличивается не только продолжительность жизни, но и годы активной жизни после пенсии. И далеко не все пенсионеры хотят сидеть дома. Они хотят по-прежнему вести активный образ жизни. Заниматься спортом, культурой, общаться. И создать такой проект, который бы позволил им быть активными. Это проект, о котором говорят все. И ветераны, и пенсионеры обращаются ко мне. Сейчас общественная палата на своей площадке обсуждает данный проект. Я не скажу, что ничего подобного в Москве не было. На базе центров социального обслуживания у нас десятки тысяч пенсионеров занимаются разными активностями. Но речь идет не о десятках тысяч, а о сотнях тысяч. Это совсем другой проект и другой масштаб. Он требует осмысления качественного подхода. Так, чтобы было не для формы, не для галочки, а для людей. Поэтому для начала мы проведем масштабный эксперимент. И по мере того, как поймем, как двигаться по этому проекту, какие ресурсы требуются. Потому что на базе ЦСО это уже не сделано. Потому что нужно вовлекать практически всю систему бюджетных учреждений, организаций, а может быть и коммерческие организации для реализации такого проекта. Но то, что мы будем его реализовать, это точно. Что, кстати, с пожилых людей. В начале года вы говорили, что дефицит путевок для санаторно-курортного лечения. Такая проблема у нас существует. Вы знаете, что самое интересное. Некоторые пожилые люди, как оказалось, даже не знают об их существовании. Вот предоставим слово москвичке. Здравствуйте, Сергей Семенович. Я хотела бы узнать, правда ли, что существуют и льготные путевки в санатории для пенсионеров. И хватит ли этих путевок на всех? Речь идет не просто о курортных путевках, а о санаторных, курортных, лечебных путевках, которые назначаются врачом. И их действительно было мало. Хотя с 2009 года их уже в два раза больше, чем раньше было. Их было в прошлом году больше 120 тысяч. Но, тем не менее, спрос на них очень большой. И нам приходилось многим отказывать. В этом году мы увеличили еще вдвое количество этих путевок. Теперь их около четверти миллиона. Поэтому я надеюсь, что мы удовлетворим спрос москвичей, которые в них нуждаются. Кстати, Москва приняла решение значительно увеличить льготы тем категориям, которые, наверное, в течение долгого времени чувствовали себя, может быть, даже немного забытыми, наверное. В частности, стало больше уделяться внимания проблемам многодетных семей. Вот как удалось так кардинально поменять тренд, что ли? Как вы вообще пришли к подобному решению? Во-первых, ситуация в экономике, ситуация в социальной сфере такова, что проблемы, связанные с кризисом, падение доходов, реальных доходов граждан, в первую очередь, коснулось именно семей с детьми, многодетных семей, пожилых людей. Поэтому, конечно, потребовались такие серьезные кардинальные решения. С одной стороны. С другой стороны, мы в предыдущие годы, вкладывая серьезные деньги в инфраструктуру, в инвестиции, привлекали огромный поток частных инвестиций, встречных, создавая новую, более мощную экономику города, которая дает дополнительные доходы и дает возможность реализовать такие масштабные социальные проекты. Комфортная городская среда, создание которой стало одним из приоритетов Москвы, она заключается, наверное, в программе «Моя улица» и повышение уровня медицинского обслуживания. И сюда входит, наверное, удобство пользования городским транспортом. Но важно, наверное, то, сколько времени человек тратит на оформление разных документов. Вот в центре «Мои документы» действительно изменили жизнь москвичей. Там можно и платежки получить, и быстро любые документы оформить. В начале года заработал флагманский центр на Краснопрестской набережной. Там предоставляется такое количество услуг, но, наверное, у нас оставшуюся времени интервью не хватит, чтобы все их перечислить. Давайте сначала дадим слово нашему корреспонденту, который направился в этот флагманский центр. Вот его первые впечатления. Флагманский центр — это принципиально новый формат оказания государственных услуг. Их перечень, кстати, здесь расширен. Можно, например, зарегистрировать автомобиль, не обращаясь в ГИБДД. Такое в России впервые, но главное — другое. В одном месте теперь МФЦ, банковский офис, кабинет нотариуса, турбюро, билетная касса и даже медицинский кабинет. Всего более 50 окон. Удобный график работы — 7 дней в неделю с 10 утра до 10 вечера. Среднее время ожидания в очереди не превышает 3 минут. Для самых маленьких посетителей — игровая зона. Для тех, кто постарше — библиотека и уютное кафе. Здравствуйте, уже успели оценить новый сервис? Да, здравствуйте, все очень здорово. Мне помогли оформить документы, получить необходимые услуги. Очень открытые сотрудники здесь работают и помогают всем. Спасибо. Это новый принцип работы центров «Мои документы». Искренний сервис. Здесь не просто формально оказывают государственные услуги, а по-настоящему помогают. Ежедневно в центры по всей столице обращаются более 70 тысяч заявителей. Ну а вот такие флагманские офисы в будущем должны появиться в каждом городском округе. Ну вообще, для меня, например, мои документы стали настолько привычными, что я уже как-то стал вспоминать сейчас, как буквально еще не так давно приходилось часами давиться в этих душных коридорах, в длинных очередях. И еще это был не факт, что я получу нужную бумагу. Иногда могли просто послать куда подальше. А вот, кстати, расскажите, что такое проект «Искренний сервис», который связан с моими документами? То, что вы видите, МФЦ, кажется, все просто. Ты приходишь, работники принимают документы, потом тебе выдают результат, готовые в виде справки или какого-то удостоверения. На самом деле это вершина айсберга. Дальше работает огромная машина связи с различными ведомствами, министерствами и городскими, и федеральными. Выстроена система межведомственного электронного взаимодействия, выстроены регламенты. На это все еще работает огромное количество людей и различных ведомств. Но теперь гражданин с ними не сталкивается, слава богу. Он видит фронт-офис, где принимают его документы и выдают готовые результаты. Уже наша задача взаимодействовать с этим большим количеством различных организаций. И первый этап этого проекта было как раз наладить это взаимодействие, обеспечить сжатые сроки, предоставление услуг и обеспечить надлежащий комфорт. Следующий этап, это искренний сервис, так называемый проект, это больше психологический проект, чтобы работники МФЦ были настроены не просто оказать услугу, а как бы выйти из-за барьера и стать рядом с тобой на твою позицию. И если что-то у тебя не получается, помочь тебе почувствовать, в каких условиях находится человек, который пришел за помощью. И сделать все возможное, чтобы помочь ему в той или иной жизненной ситуации. – Я основательно изучил ваш сайт «Собянин.ру». Вы слушаете, горячая дискуссия, Сергей Семенович, под каждой темой идет. Причем я почитал комментарии, там бывает достаточно жесткая критика. Такая очень горячая площадка для дискуссии. Но, прежде всего, вам-то зачем понадобился этот сайт? Что, не хватает сайта правительства Москвы? – Мне все хватает. Но многим жителям нет. Они часто задают вопросы. «Ну, слушайте, а вы зачем вот это сделали? А зачем вот это?» И я говорю, «Ну как же?» Ну вот я был на ТВЦ в прямом эфире с Алексеем, мы там все объяснили. «Да я не смотрю ваши ТВЦ. И я вообще телевидение не смотрю. А я вот в интернете. А что я там в интернете? Ну, что я увидел, то и увидел. Ну, ваши там короткие сообщения в Твиттере или Инстаграм, ну, из этого невозможно что-либо понять, как это происходит, для чего это делается и что из этого получится. Поэтому я открыл свой блог, где стараюсь рассказать жителям, а почему я это делаю, а как это делаю. В тех случаях, когда это возможно, советуюсь с москвичами, объясняя им свою позицию. И мне кажется, вот такое общение напрямую без посредников и возможность спокойно объяснить, почему реализуются те или иные проекты. И что бы было, если бы эти проекты не были реализованы, нужно для москвичей. Особенно для тех, которые не всегда смотрят ТВЦ. Ну, вы мотивируете гражданам продолжать горячую дискуссию. Ну что ж, благодарю вас, Сергей Семенович. Спасибо, спасибо, всего доброго. А на этом прямой эфир заканчивается. Ну, конечно, диалог с мэром Москвы будет продолжен. Наш город, диалог с мэром. Встречаемся снова в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова